Компания по вакцинации в Тверской области в самом разгаре. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 65 732 человека. Это 98,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Впрочем, с количеством вакцинированных растет и число домыслов о последствиях прививки. Однако специалисты спешат успокоить. Абсолютное большинство бытующих в народе страхов не имеет под собой никаких оснований. Самые популярные фейки развенчивают представители медицинской сферы Верхней Волжья. На вопрос о том, нужно ли прививаться отечественной вакциной спутник В, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Тверского государственного медицинского университета Вячеслав Червенец, отвечает, не раздумывая, жизненно необходимо. Чтобы остановить эпидемию, поясняет специалист, необходимо привить около 60% населения. Тверская область до этих цифр пока не добралась. Однако масштабная информационная кампания, проводимая в регионе, поспособствовала тому, что на данный момент Верхней Волжье занимает одно из высоких мест по количеству вакцинированных среди субъектов ЦФО. В настоящее время вакцина спутник В считается одной из самых эффективных вакцин в мире. Вы слышали, наверное, что AstraZeneca снимается с вакцинацией у многих стран, Италия, Франция и так далее. Наша же вакцина показала очень хорошие результаты. Ни одного смертельного случая не было зарегистрировано. К слову, именно обилие летальных случаев после вакцинации спутником В сегодня является одним из самых распространенных мифов о прививке. Однако, как уже было сказано выше, эти фейки не имеют под собой никаких оснований, как и ряд других. Например, то, что прививка может вызвать бесплодие как у мужчин, так и у женщин. Такого, во-первых, не зарегистрировано нигде, ни у нас, ни в других странах. И такого просто быть не может. При введении чужеродных антигенов в организм человека иммунная система отвечает выработкой антител только против одного какого-то компонента этого антигена. Против других собственных антигенов, естественно, никакой отрицательной реакции быть не может. А вот что может быть среди последствий вакцинации, так это слабость, небольшая температура, иногда головная боль. Но это подчеркивают специалисты обычные в таких случаях побочные эффекты. Естественная реакция организма на введение чужеродных антигенов. Словом, можно заключить, что все распространенные страхи и домыслы о негативных последствиях прививки спутником В не более чем фейки, не имеющие ничего общего с реальностью.